Эльвира Тофиковна, скажите, пожалуйста, здесь вот это ваше помещение, а вы говорите арендатор, это что значит? Арендатор, это у нас здесь несколько помещений, которые арендует. Вот где вы были в Орхидеях, это арендатор. А вот еще вот здесь, но мы только вот одной вот этой Натальи разрешаем продавать, потому что мы не хотим, что мы сами продаем. Ну понятно, а там они просто выращивают, правильно? Они не выращивают, это люди, которые привозят растения из-за границы. Да, я знаю, что вы привозите. Да, они привозят. И они просто здесь их размещают, потому что у них магазины выращивают. А, они просто как вклад у них. Они ничего не выращивают. Они как вклад изехалки, правильно? А, вот все. То есть они не вам или вы можете у них приобрести? Я у них, о боже мой, у них может приобрести кто угодно. Это импорт флора, например, вот первая сидит. И они продают или в своем магазине по интернету. Понятно, понятно, понятно. Просто они здесь не продают. Здесь они не продают, мы так договорились. Просто интересно, потому что мы смотрим закрыто, нам интересно стало. Да, 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 это вот те, которые здесь не продают. Они много привозят. А как вот эти вот растения, которые на коре? Их опрыскивают или их поливают. Опрыскивают, конечно. Вопрос стояла, как-то их удобряют или как? Я думала, эти поливают, а их просто опрыскивают. Я вообще, если вы смотрите мой канал, вы же видите, я все время рассказываю. Конечно. Я первый раз. Конечно, поливаем, конечно, опрыскиваем, конечно, кормим. А как? А если они в подвешенном состоянии, то есть вы получаете, заболеваете воду в удобрении, опрыскиваете, таким образом получаете удобрение. Ну, как и другие цветы, которые в горшочке. Все из шланга, потому что много растений, и это все вручную невозможно. Да. Можно ходить там с опрыскивателем. Хотя какие-то там группы растений иногда просто кормим между кормежками. А так все через шланг. Отлично. Теперь понятно. Вот видите, вопрос вы еще на один вопрос ответили. Очень красиво. Потому что вы же не видите хозяйство и не знаете. Да, да. А интересно, эта кухня, она интересная бывает. Мы обратили внимание, что вы шевлеру, как фикусы, укореняете вот этот мешочек сюда, например, одевать. Ну, это можно любое растение укоренять. Это же не только фикусы, а любое. Также можно укоренять, например, монстеру или филодендрону. Но дело все в том, что они и так прекрасно, стопроцентно укореняются. А то, что мы не знаем, укорениться или нет, лучше делать в мешочке, потому что если не укорениться, мешочек снимем. А если укорениться, срежем с мешочкой. Да, и опять же, получается сразу у вас большое растение. Вы можете таким образом получить. Очень интересный опыт. Здорово. Спасибо вам огромное. Мы тогда погуляем и скажем вам, когда закрыть, да? Спасибо огромное. Всего хорошего. Так, это мы в Москве. Продолжение следует. Красная Нива. И мы были с хозяйкой, с канала Красная Нива, Эльвирой Тофиковной. Так что смотрите этот канал. Красная Нива. Потрясающее растение. А я специально сюда ехала. Мне очень интересно было. Представляете, смотришь видео на ютубе, а потом раз и попадаешь в это место. А ну-ка, пойдем посмотрим вместе с вами. Что там, куда меня там зовут? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Цветок и вдали смотришь и видишь, как будто девочки в юбочках. Как танцуют балеринки такие. Да, голова, ручки. Они такие ярко-ярко-ярко-желтые. Почему-то вот фотоаппарат, ну, сам телефон, он так не снимает. А если ближе, если ближе их приблизь. Нет, все равно, он немножко всегда меняет. Вот сюда, вот сюда. Ну, видно, видно, что юбочки, видно. Девочки такие. Ой, какая прелесть. Мы вообще в восторге, в восторге вообще от этого Красной Нивы. Вот, вот за мешочки. Да, да, вот еще, например. Как укореняется? Есть видео на канале Красная Нива. Все, пошли мы дальше фотографировать, а не только видео снимать. Ставьте лайки, кому понравилось. Заходите на канал Красной Нивы и заходите на мой канал всегда. Буду рада. Ирина, Цветочная симфония. Всем пока!